здравствуйте ребята сегодня мы продолжаем изучение темы кислород а вот сегодня мы разберем его свойства если я вам сейчас скажу что мы разрежем яблочко и положим сразу у вас наверное появилась мысль что яблоко начинает чернеть почему же чернеет яблоко в результате чего это происходит какое вещество вызывает это ребята это кислород вызывает окисление яблоко и не только яблоко и всех других фруктов если вы разрезаете они чернеют и так далее и так химические свойства кислорода кислород это вещество которое поддерживает ребята горение поэтому если тлеющую лучинку мы опустим в стаканчик который соберем кислород то это тлеющая лучинка будет воспламеняться а кислород это вещество которое вступает в реакцию с простыми и сложными веществами вы знаете что простые вещества это бывают металлы и не металлы с ними металлами кислород вступают реакции почти со всеми не металлами кроме галогенов это фтор хлор брон йод а также и инертными газами с ними в реакцию не вступать а все остальные не металлы вступают реакцию с кислородом и если мы стаканчик заполнены кислородом с помощью вот такой ложечки будем опускать туда какой-нибудь не металл и подогретый то в этой стаканчике вы увидите воспламенение за возгорание этого вещества ну например начнем самого простого что вам известно это уголь при горении угля образуется вам всем известный углекислый газ то есть уголь горение угля вы все видели в жизни вот образуется СО2 дальше другое вещество если мы возьмем серу расплавим его вот в этой ложечке металлической и опустим опять кислород то происходит тоже реакция в результате сера превращается вот такое вещество СО2 данные обе реакции я думаю вы видите что уравнивать не надо опять-таки другой не металл возьмем возьмем ребята фосфор если мы подождем фосфор тоже в химический стакан опустим где есть кислород то выделяется белый дым это будет ребята P2O5 получается вот такое вещество если вы обратили внимание во всех этих сложных веществах имеется кислород эти вещества ребята называются оксидами то есть при результате горения веществ простых образуются их оксиды но как вы видите последнюю реакцию нам надо уравнять уравнять как же нам уравнять последнюю реакцию у нас два кислорода и 5 кислородов поэтому нужно найти сделать так чтобы было поровну поставим сюда двойку чтобы стало 10 2 на 5 10 и сюда пятерку а поставим сюда что ребята четверку и так это были реакции которые нам вам надо ребята запомнить а а также например ребята азот в принципе в кислороде не горит но тем не менее при высокой температуре когда ударяет молния азот соединяется с кислородом и в результате образуется тоже оксид вот такой оксид и надо реакцию что сделать ребята уравнять сюда поставить двойку и так вот это все были реакции горения реакции горения вы уже рассматривали при начальных уроков до того как начали изучать кислород так что это вам знакомо это углекислый газ это сернистый газ это оксид фосфора пяти валентный мы с вами рассмотрели горение не металлов теперь а с металлами кислород тоже вступает в реакцию кроме ценных благородных металлов драгоценных металлов это золото серебро и платина с ними кислород ребята в реакцию не вступает а все другие металлы вступают в реакцию с кислородом при этом тоже ребята будут образовываться оксиды ну например рассмотрим такую реакцию магний плюс о2 получится что ребята магний о наверное вы знаете что магний двухвалентный и кислород двухвалентный по этому формулу надо записывать магний о и уравнять реакцию так как здесь кислорода 2 а здесь 1 и тогда у нас получается магний 2 и сюда эту реакцию ребята вы очень легко можете увидеть при горении бенгальского огня и вот так и мы можем продолжить с вами реакции ну давайте напишем если я вам сейчас скажу что железо горит вы наверное подумаете что железо вроде бы не горит но если раскаленное железо опустить химический стакан заполненный кислородом то в результате происходит очень бурная реакция и образуется вот такое соединение феррум 3 о 4 это тоже оксид оксид железа мы с вами знаем что железо бывает двухвалентная и трехвалентная а что это такое это ребята два оксида вместе это феррум о где железо двухвалентная трехвалентная и это феррум 2 у 3 где железо трехвалентная а теперь сложите пожалуйста и вы получите вот эту формулу железная околина то есть два оксида вместе теперь давайте реакцию уравняем здесь железо 3 поставим сюда тройку здесь кислорода 4 поставим сюда двойку можно было бы записать реакцию сметью тоже купрум плюс о 2 получится купрум о сейчас мы с вами записали все реакции это для простых веществ но кислород вступает в реакцию также со сложными веществами вот у вас дома у всех вы зажигаете газ ребята это метан что же происходит когда вы это сжигаете наверное вы говорите что выделяется тепло при этом вы готовится обед и так далее греется чайник но в результате горения то что у вас каждый день происходит дома образуется co2 и плюс h2o вот так что же произошло c соединился с кислородом образовалась co2 и соединился со 2 образовалась h2o мы с вами рассматривали что при горении водорода образуется вода теме водород и данную реакцию надо будет уравнять сколько здесь водорода ребята 4 поэтому мы сюда ставим двойку и тогда получается кислорода здесь правой стороне 2 плюс 2 это делает 4 сюда нужно поставить двойку и также мы можем рассмотреть на примере еще другого сложного вещества вот например возьмем цинк с это сульфид цинка тоже горит и при горении ребята что же будет цинк с кислородом дает цинк о и плюс что ребята с о2 потому что мы сегодня написали что когда с горит образуется с о2 а цинк он двухвалентный поэтому кислород тоже двухвалентный 2 2 сокращайте здесь ничего не пишется формула цинк о но эту реакцию тоже надо уравнять как я вижу и вы видите что здесь два кислорода здесь три поставим сюда двойку тогда цинка станет 2 поставим сюда двойку чтобы уравнять сын и сера стала 2 тогда получается 2 кислорода и 4 кислорода это делает 6 и тогда перед кислородом надо поставить тройку чтобы получилось шесть я бы посоветовала вам вот изучить эти реакции это свойства кислорода но кислород и имеет очень большое применение ребята какие же что где применяется кислород у вас на странице 75 есть рисунки в которых показывается применение кислорода и записано тоже наверное по рисунку вы поймете где применяется кислород а вот что же у вас на странице 76 ребята здесь показан круговорот кислорода наверно вы знаете что не наверно точно знаете что мы дышим кислородом откуда же берется кислород ребята в результате реакции фото синтеза выделяется о 2 правильно а как это происходит мы сами выдыхаем co2 и и с помощью co2 соединяясь с водой в растительном мире образует глюкозу формула глюкозы кстати у вас тоже в учебнике есть вот c6 h12 o6 это глюкоза и образуется о 2 это реакция фото синтеза она происходит на свету при солнечном свете а также в присутствии хлорофилов вот такой круговорот происходит с кислородом вот и все спасибо за внимание выполните задание на странице 76 разберите пожалуйста параграф 3 и 4 тема сегодняшнего урока класс земноводные на прошлом уроке я вам уже говорила что земноводные это один из классов типа хордовых по типу позвоночных или черепных сегодня мы поговорим именно о классе земноводных второе название этого класса амфибии этот термин еще восемнадцатом веке будет карлиной переводится это слово как две жизни почему потому что представители этого класса одинаково хорошо освоили две среды обитания это водное и наземное их личинки головасики живут в воде а взрослые особи живут на суше типичным представителем этого класса являются лягушки жабы тритоны саламандры но сегодня мы пожалуй остановимся на лягушке и на ее примере мы рассмотрим особенности внешнего и внутреннего строения опишем внешнее строение лягушки я вижу голову туловище и конечности голова голова в отличие от рыб соединяется с туловищем подвижно почему потому что впервые здесь появляется шейный позвонок да он один шея четко не видно и тем не менее лягушка может наклонять уже вниз и наверх свою голову на голове расположены органы чувств это глаза но глаза теперь имеют веки и тут есть третье века мигательная перепонка почему потому что теперь нужно защищать глаза от пересыхания здесь имеются ноздри но теперь ноздри это не только органы обоняния он также связан с легкими которые впервые здесь появляются здесь имеется барабанная перепонка о чем это говорит это говорит о том что у земноводных у лягушки появляется среднее ухо я напомню что у рыбы было только внутреннее ухо которое располагалось костях черепа виду того что воздух является плохим проводником звука появляется среднее ухо а следовательно появляется барабанная перепонка туловище крупная сплющена в спинно-брюшном направлении к туловищу присоединяются конечности конечности ребята наземного типа обратите внимание конечности разные передние конечности они более короткие а задние более длинные на передней конечности у лягушки имеется четыре пальца а на задней 5 хорошо развита мускулатура когда лягушка прыгает она вытягивает посмотрите какие длинные задние конечности она вытягивает длинные конечности задние а передние нужны только для того чтобы подставить под туловище в момент приземления и с амортизировать смягчить толчок чтобы не было удара на туловище кожи лягушек гладкая не имеет никаких роговых образований но зато здесь очень много желез которые выделяют слизь эта слизь делает кожу влажным во-первых она защищает лягушку от бактерий ведь недаром раньше в старину лягушку бросали даже в молоко для того чтобы она не скисала а во-вторых кожа лягушки должна быть влажной это очень важно потому что через кожу лягушки происходит газообмен и если вы вытрите лягушку то она погибнет потому что через сухую кожу газообмен невозможен скелет лягушки состоит из отделов скелет головы скелет туловище и скелет конечностей скелет головы это череп скелет туловище представлен позвоночником позвоночник имеет четыре отдела. Шейный, туловищный, крестцовый и хвостовой. В шейном и крестцовом имеется по одному позвонку. Туловищных позвонков семь, а все хвостовые позвонки срослись вместе в общую хвостовую кость. Рёбер у лягушки нет, а следовательно и нет грудной клетки. Скелет конечностей. Ребята, неважно, скелет передней конечности или задней, в скелете всегда существует два компонента. Это скелет свободной конечности и пояса конечностей. Давайте рассмотрим скелет передней конечности. Давайте представим, вот моя рука, это моя свободная конечность, она имеет скелет. Какие отделы у моей руки? Это плечо, предплечье, кисть. То есть, соответственно, есть скелет плеча, кости плеча, предплечье и кисти. Но моя свободная конечность обязательно должна через что-то прикрепиться к осевому скелету, то есть, к моему позвоночнику. Так вот, ребята, это и есть пояс. То есть, то, через что прикрепляется моя свободная конечность к осевому скелету. Это пояс скелета конечностей. Итак, пояс верхний, то есть у них передней конечности, это, запоминайте, две ключицы, две лопатки, две вороньи кости и непарная грудина. Непарная грудина, вот, ребятка, вот здесь нажмите, вы почувствуете косточку, это тоже у вас грудина. Только у земноводных она относится к поясу передних конечностей. Скелет задних конечностей, как вы догадались, тоже будет иметь свой пояс и скелет свободной задней конечности. Скелет свободной задней конечности представлен бедренной костью, костями голени и костями стопы. Пояс же образован двумя тазовыми костями. Пищеварение. Пищеварение начинается в ротовой полости, где расположены вкусовые рецепторы. Большое значение в питании имеет длинный липкий язык и он прикрепляется, посмотрите, к нижней челюсти. Лягушка выбрасывает на большое расстояние и ловит добычу. Обратите внимание, между прочим, она ловит и видит только подвижную добычу. Дальше пища через небольшую глотку поступает в короткий пищевод, оттуда в желудок, в кишечник, где пища переваривается и усваивается под действием ферментов желез, поджелудочной железы и печени. Непереваренные остатки пищи из кишечника удаляются в клоаку. В клоаку также выделяются протоки выделения и половой системы. Дыхательная система. Дыхательная система представлена легкими, но легкие здесь развиты очень плохо. Они мешковидные, и газообмен здесь проходит плохо. Поэтому у лягушки есть так называемое кожное дыхание. В начале урока я об этом говорила, что есть железы, которые постоянно увлажняют кожу, и именно через влажную кожу происходит газообмен. И если вы погружаете лягушку в воду, то она вообще может переключиться полностью на кожное дыхание. Кровеносная система. Кровеносная система уже кардинально отличается от кровеносной системы рыб. Почему? Ну, во-первых, здесь появляется трехкамерное сердце. Здесь два предсердия и один желудочек. В правом предсердии кровь венозная, в левом артериальная, а вот в желудочке кровь смешивается, и только головной мозг получает чистую артериальную кровь. Ввиду того, что у лягушки смешанная кровь, эти животные холоднокровные. Что такое холоднокровные? Значит, обменные процессы, скорость обменных процессов, она зависит от температуры окружающей среды. Если температура воздуха поднимается, жарко, обменные процессы увеличиваются. Если опускается, то, соответственно, обменные процессы приостанавливаются. Кругов корообращения теперь стало два. Первый называется большой, а второй называется малый или легочный. И как раз-таки это связано с тем, что появились легкие, как орган дыхания. Выделительная система представлена почками, мочеточником, мочевым пузырем и проток, который открывается в клоаку. Нервная система такая же, как и у рыб. Тут есть головной мозг, спинной мозг, от которого отходят нервы. Головной мозг имеет те же самые пять отделов, с той лишь разницей, что разные отделы теперь развиты по-разному. Например, у лягушки по сравнению с рыбами передний мозг развит намного лучше, а вот мозжечок, который отвечает за координацию движения напротив, хуже. Размножение и развитие. Лягушки раздельно полые животные. Оплодотворение наружнее происходит в воде. У самцов имеются специальные органы, резонаторы. Они нужны в брачный период. Как я сказала, оплодотворение наружное происходит в воде и после оплодотворения и заплодотворенной икринки появляется личинка. Но о том, как происходит развитие, мы поговорим уже на следующем уроке. На этом наш урок сегодня подошел к концу. До новых встреч! Здравствуйте, дорогие ученики седьмого класса! Сегодня мы с вами начинаем новый раздел. И наша первая тема – в каком регионе мы живем. Посмотрите внимательно на слайд. С чем связаны различия в национальной одежде этих людей? По одежде определите представителя народа и страну, в которой он живет. А сейчас давайте вместе с вами перечертим эту таблицу в тетрадь и определим, какие из этих стран имеют схожие черты с нашей республикой. К примеру, Турция, природные условия Турции, язык, религия, раса, обычаи и традиции. Если Турция имеет общие черты с Азербайджанской республикой, в этом столбце поставьте плюс. Если нет никаких общих черт с нашей республикой, то в этом столбце поставьте минус. После этого ответьте на вопросы, какие страны более похожи на Азербайджан? Какое влияние оказывает нам взаимоотношение государств, схожесть языка, религии, расы, обычаи и традиции. Природа и деятельность людей в разных уголках планеты сильно отличаются друг от друга. Определенную территорию, для которой характерны присущие только ей географические особенности, мы называем регионом. Перед вами карта регионов мира. Территории, имеющие схожие географические признаки в пределах определенных природных границ, называются природно-географическими регионами. Образуют они географические регионы, материки, крупные горные и равнинные территории, лес или пустыни. Регионы могут различаться по расовому, национальному, религиозному составу населения. Территории, которые имеют схожие исторические качества, традиции, национальную культуру, мы их называем историческими регионами. Примером исторических регионов может быть Латинская Америка, Западная Европа, Юго-Восточная Азия. Перед вами региональная карта мира. Изучите ее внимательно. Розовым цветом обозначена Северная Америка, желтым цветом Латинская Америка, Западная Европа фиолетовым цветом и так далее. Экономико-географические факторы также играют огромную роль при делении земного шара на регионы. В отличие от природного географических и исторических регионов, границы эконом-географических регионов со временем меняются. Экономика-географические регионы отличаются друг от друга по уровню экономического развития. Азербайджанская республика находится на Кавказе, на границе Европы и Азии. Эта территория расположена в Юго-Западной Азии, объединяющая восточную и западную культуру. Ребята, после урока обратите внимание на контурную карту. При помощи политической карты определите отмеченные на контурной карте страны и установите регион, в котором они расположены. К примеру, цифра 1, устанавливаем регион и так далее. На сегодня все. Спасибо за внимание. До следующего раза.